Добрый день, уважаемые коллеги! Я благодарю тех, кто, несмотря на такую погоду, высокую занятость, что касается коллег и средств массовой информации, учитывая огромное количество мероприятий, которые проходят в эти дни в Казани, все-таки нашли время, интерес проявили для того, чтобы сегодня узнать первыми результаты работы международного жюри по присуждению международной премии и медали имени Николая Ивановича Лобачевского. Прежде всего, слова благодарности особой члену международного жюри, которые прибыли в Казань для участия в его работе. Несколько слов о здании, где мы находимся, оно тоже связано с историей, с именем Николая Ивановича Лобачевского. Несмотря на то, что здесь главным образом развивалась долгие годы медицинская школа университета, где была клиника университета, все-таки многое здесь, в этих стенах, в воспоминаниях, говорит и о человеке, который руководил его строительством. Поэтому это тоже достаточно символично, что мы это все услышим сегодня в тех стенах, которые так или иначе помнят человека, чье имя носит премию. Я представляю участников нашей сегодняшней встречи, нашей сегодняшней пресс-конференции. Это, прежде всего, председатель международного жюри, профессор-академик Академии наук Республики Торстан, заведующий кафедрой алгебры и математической логики Казанского федерального университета Марат Мирзович Арсланов. Можно аплодировать. Это доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской Академии наук, заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры Челябинского государственного университета, руководитель отдела алгоритмической топологии Института математики и механики Уральского отделения Российской Академии наук Сергей Владимирович Матвеев. Нам, гуманитариям, мы с восхищением даже читаем эти термины. Мы понимаем, что это очень великое действие, которое вы творите своей жизнью, своими знаниями. И проректор Казанского федерального университета Данис Карлович Нургалиев. Почему нам очень важно это выделить? Потому что Казанский университет был одним из главных инициаторов, главным инициатором объявления всего этого года, годом Лобачевского, возрождения этой премии. И самое активное участие принимает сейчас и в работе международного жюри, и в подготовке процесса уже вручения этой премии. Поэтому, Данис Карлович, я думаю, нам будет очень важно услышать ваше мнение, ваши слова. Но! Самое-то главное. Марат Мирзович, мы хотим услышать от вас, как работало международное жюри, и что в результате сегодня можно объявить. Спасибо. Все работает. Все работает, да? Ну, я с большим удовольствием сообщаю, что сегодня подведен итог очень большой работы, которую мы проводили в течение 10 месяцев по присуждению, определению лауреатов премии Николая Ивановича Лобачевского. Работало жюри в составе 14 человек. Все иногородные участники и иностранные участники – это ведущие специалисты, выдающиеся математики. Я с большим удовольствием это констатирую. Я говорю иногородные и иностранные, потому что два казанских участника – это я и Семен Рафаилович Насыров. Я уж самих себя им не причисляю, естественно. Работа проводилась большая. Знали о нашем конкурсе фактически весь мир, все университеты и Соединенных Штатов, Великобритании, Американское математическое общество, Королевское общество Великобритании, страна Ближнего Востока, Дальнего Востока. Об этом свидетельствует то, что оттуда были очень много, большое количество номинантов. В результате нашей работы мы в списке оставили 13 человек. На самом деле их было намного больше, но некоторые номинанты были представлены не по правилам нашего конкурса, поэтому мы эти кандидатуры не рассматривали. По списку можно увидеть, здесь фактически представлена вся география мира. Тут есть и американские ученые, и ученые из Германии, Норвегии, Чехословакии, Израиля, из нашей страны очень много, из Чехословакии и так далее. И перед нами стоял очень трудный выбор. Большинство из этих номинантов это ведущие специалисты, которые получили выдающие результаты в последние годы, и мы должны были выбрать из этих номинантов одного самого достойного из достойных. Ну вот я не знаю, насколько удачно, хорошо мы провели, но лично я и члены нашего жюри весьма довольны. В результате напряженной работы, вот эта работа проводилась в три тура, в третьем туре остались выдающиеся математики. Профессор Шон, американский математик из Калифорнийского университета. Профессор Вайс, он американский математик, работает в Канаде. И профессор Сабитов, профессор Московского университета. Примерно равное количество голосов, и поэтому было очень трудно. Вот третий тур, это был фактически для нас принципиальный, и в результате голосования определился победитель. И мы с удовольствием объявили лауреата премии Николая Ивановича Лобащевского 2017 года. Это профессор Шон. Профессор Ричард Шон, он номинирован на эту премию за свои выдающиеся достижения в области геометрии. Я думаю, здесь сидят еще специалисты в области геометрии, и другие, они могут даже более подробно рассказать о его заслугах. Вот я хочу на этой такой торжественной ноте закончить свое выступление с большим удовольствием. Да, кстати, у нас была связь с всеми реальными кандидатами, потому что одно из обязательных условий нашего конкурса, номинант должен приехать 1 декабря из рук нашего президента нашей республики и ректора Казанского федерального университета, получить эту премию. Все они были согласны приехать, они считают, что если они будут выбраны, это будет большая честь для него оказана, и в частности профессор Шон также. Так что мы ждем профессора Шона 1 декабря в Казанский федеральный университет, он выступит в актовой речи и получит, надеюсь, эту премию. Спасибо. Спасибо. Денис Карлович, несколько слов от вас. Уважаемые коллеги, сегодня произошло очень знаменательное для Казанского университета событие. Это событие уже происходит, начиная с позапрошлого века. Вот я сегодня тоже вспоминал, что третий век подряд Казанский университет вручает такую медаль и премию за выдающиеся работы в области геометрии. Ну, геометрия понятна. Я вообще считаю, что геометрия – это самая главная наука математики. Не обижайтесь математике, да, потому что, наверное, устройство мира этим объясняется. Все остальное – это алгебра, да? Я не математик, но такая шутка. Поэтому, конечно, это событие, чем оно замечательное для Казанского университета. Во-первых, прошло уже довольно много лет, с последним вручением этой медали. И, в общем-то, была такая эпоха застоя. Ну, как-то не собирались мы. То у нас денег не было, да, были времена такие. И в этом году, в общем, наш ректор очень здорово проникся этой идеей. Он уже несколько лет этим, так сказать, увлекается этой идеей серьезно. Причем он прочитал, работал по Чемскому, сам комментировал лекции, читал ребятам, рассказывал молодой молодежи. И, в общем-то, удалось ему договориться с президентом, президенту, спасибо большое нашему президенту Татарстана, что он выделил эти деньги, солидные деньги. Мы хотели, чтобы эти деньги были очень такие хорошие, приличные, действительно такие, чтобы человек почувствовал, что это действительно хорошая премия. Вот. И вот это было, значит, жюри было, собралось. Спасибо огромное жюри. Я считаю, что мы, отмежать, должны сказать про каждого члена жюри еще, потому что члены жюри у нас такие очень важные, знаменитые, большие математики. Каждый из них, я думаю, достоин этой медали, в принципе. И вот сегодня это замечательное жюри выбрало, значит, голосованием, очень таким длительным обсуждением. Хотя, на самом деле, обсуждение шло уже давно, потому что кандидатуры поступили, значит, у нас давно уже, да, было много, очень, кандидатур. И вот я считаю, что, Марат Межнацкий правильно сказал, что среди лучших был выбран первый. Я не могу сказать, что там, вот когда 100 метров подбегут, да там одну сотую секунду отстают. Вот такая же ситуация. Сильно трудно дать кому-то предпочтение, но факт свершился, и вот у нас обнаружился победитель. Это здорово. Вы знаете, вот для чего мы это продолжаем? Мы вообще считаем, что вот имя Лобащевского, связь вот и усуждение этой медали, и привлечение вот математиков, внимание математиков всего мира, значит, Казанскому университету, вот к имени нашего выдающегося земляка, это очень важно не только для Казанского университета, но и для всей России. Потому что Лобащевский Николай Иванович один из тех немногих российских ученых, которых мы никак не можем, нельзя забывать, никак нельзя забывать таких людей, потому что это люди, которые, наверное, не очень много таких российских ученых, которые ушли, которые могут встать в один ряд, там, я не знаю, с Аристотелем, там, вот, начиная вот от этих имен, так сказать, да, вот. Это очень важно. Я считаю, что сегодня свершился такой колоссальный факт. Вот я считаю, что это сегодня для Казанского университета очень такой знаменательный день. Я всех нас поздравляю с этим свершившимся днем, с этим событием, важнейшим не только для Казанского университета, но и для России, для всего математического мира, геометрического мира. И я еще раз хочу искренне поблагодарить всех, кто привел нас к этой победе, это и президент Руслан Катан, и Шатар Абхадович Гафуров, наш ректор, члены жюри, и все мы вместе взятые. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. И вот я не говорил про наши жюри. Вот действительно, я считаю, что очень удачно был подобран состав жюри. Сюда входят ведущие математики мира. Вот я уже... 14 человек, все 14 человек приняли участие. Лауреат Филсовской премии профессор Смирнов, он принимал участие по скайпу. Некоторые участники, академик Фоменко из Москвы, профессор Богомолов из Соединенных Штатов Америки, лауреат Филсовской премии ЯУ, профессор Ратью из Соединенных Штатов Америки, они не могли принять участие по объективным причинам, но они передали свои голоса членам жюри, и они фактически участвовали в голосовании. Из здесь присутствующих, я хочу отметить таких выдающихся ученых, как Сергей Владимирович Матвеев, профессор Академик Российской Академии Наук, Алексей Александрович Старобинский, Академик Российской Академии Наук, хорошо известный казанским ученым и физикам, свои выдающиеся работы в области физики, космологии, посчетный профессор Московского университета, один из самых уважаемых математиков, это Александр Сергеевич Мищенко, профессор Водопьянов, профессор Берестовский из Новосибирска, профессор Григориан из Германии специально приехал для участия в нашей работе. То есть работа шла напряженная и весьма объективная, мнения каждого члена жюри были учтены. Нас было 14 человек, 8 человек здесь присутствовали, остальные принимали либо очные участия, профессор Смирнов, либо заочные, они своими голосами. Спасибо. Спасибо. Ну вот вы чуть предвосхитили прям мой вопрос, который хотел Сергей Владимирович адресовать. Как, собственно, с вашей точки зрения была организована работа жюри, что вам показалось интересным, вот в том, что, почему вот вы лично согласились, да, работать в этом жюри, что вам показалось важным, о чем говорил Данис Карлович, что сейчас на этом этапе истории, жизни, науки, да, возрождается эта премия. Вообще, ваше впечатление, мнение, да? Впечатление, так, ничего, я буду сидеть. Конечно, конечно. Впечатления самые хорошие. Я хочу сказать, что вот состав участников, президентов на премии, эти участники самого высокого уровня. Самого высокого уровня. Теперь опять немножко убегая в сторону, я хочу сказать, что вот большинство участников, они, в том числе и победитель, занимаются трёхмерной топологией. Что это такое? Это изучение тел трёхмерных, как наша Земля, как другие. И вообще, вот можно, многие спрашивают меня, а кому это нужно? Зачем вам изучать какие-то странные тела, которые доказываются там сложно? Я просто, чтобы не затягивать, вот пример, приведу всего один пример. Как известно, математики занимаются тем, что решают уравнения, которые описывают какие-то важные процессы в природе, реальные уравнения. Вот. Ну, в том числе, там, движение тел в космосе. Эти уравнения надо решать. Так вот, один из, опять же, учёных, которые приняли некое участие, я имею в виду, Анатолий Тимофеевич Флайменко, в организации конференции, они, он со своими сотрудниками нашёл критерий. Критерий. На первый взгляд, этот критерий кажется, что никому не нужно. А критерий следующий. И вот есть задача, ну, там, механическая система, имеет ли она решение, там, в леувильевых интегралах, неважно, что это значит. Так вот, оказывается, есть препятствия, которые очень близки вот к этим трёхмерным телам, о которых я говорю, которые говорят, что эта система не имеет решения иногда. А это очень большое, огромное достижение, потому что на то, чтобы решить систему, там, суперкомпьютеры, там, сутками работают. И здесь, что вот замечательное, появляется слово гиперболическое пространство, потому что оказывается, что если множество, поверхность уровня механической системы, это всегда вот трёхмерное многообразие, если оно имеет гиперболическую структуру, то решения нет. Ну, кажется, что это подумаешь, если решения нет, это, на самом деле, спасает столько времени у народу. Ещё раз возвращаясь к началу, я хочу сказать, что организация конференции была безупречна, действительно приняли участие самые сильные математики. На самом деле, вот победитель, его вот теорема, за которую он, собственно, получил, это она завершает большую серию исследований, которая началась в 1924 году. Это немецкий математик Хакин. Вот всё лучше, больше, больше, больше узнавали, какие бывают трёхмерные многообразия, ну и в некотором смысле вот этот процесс завершён. То есть, дальше мы будем изучать четырёхмерные многообразия. Спасибо. Спасибо. Так. Извините, не сразу всё это вспоминаю, потому что работа только что закончилась, это фактически итог очень большой работы, поэтому не всё сразу вспоминается. Вот профессор Шон, лауреат нашей премии, буквально в этом, в 2017 году, получил премию, весьма престижные математические премии Вольфа. Это один из самых престижных математических премий, которые можно ставить в один ряд с такими премиями, как Нобелевская премия, Филсовская медаль. И поэтому это косвенное свидетельство того, что медаль Лобачевского, которую мы сегодня присуждаем, объявили, он не уступает своему значению, и, может быть, будущему значению, потому что премия будет продолжаться, присуждаться, и в будущем, благодаря усилиям нашего ректора Ишата Равкатовича, он об этом неоднократно говорил, премии Лобачевского. И будем стараться вот эту планку, которую мы сегодня установили, держать и в дальнейшем. Спасибо. Есть коллеги из Средств Массоинформации, собственно, главные сегодня участники. Есть ли вопрос? Да, Бизнес Онлайн, пожалуйста. Газета Бизнес Онлайн, Максим Кириллов. Извините, давайте, чтобы запись шла корректно. Микрофон я перейду. Газета Бизнес Онлайн, Максим Кириллов. Скажите, пожалуйста, к сожалению, не знаю, кому лучше адресовать вопрос. Скажите, сколько все-таки участников было? И не совсем понятно, методология отбора победителя. Можете сформулировать какие-то конкретные критерии, по которым вы искали вот этого победителя? Номинантов было намного больше. Я точные цифры не помню, потому что они поступали в процессе нашей работы. Работа, что с декабря прошлого года, то есть получается уже почти 10 месяцев прошли. И отклонялись, потому что были опубликованы четкие правила конкурса. Например, само выдвижение не допускается. Было много людей, которые само выдвигались. Были выдвижения от каких-то непонятно каких, негосударственных организаций. Четко прописано положение для конкурса. Имеет право выдвигать только государственные организации. Университеты, научно-исследовательские институты и так далее. Общественные организации не могут выдвигать. Вот по этим критериям мы отклоняли большое количество кандидатов. По каким критериям мы выбрали тех, которые выходили на первые, вторые, третьи туры голосования? Ну тут уже одним словом сказать трудно. Главное условие такое. Человек должен обогатить математическую науку выдающимся достижением. Все те, которые участвовали в этих последующих турах, они удовлетворяли этому критерию. Вот поэтому было очень трудно выбрать. Тут уже помогли вот такие специалисты, которые здесь сидят. Те, которые отсутствуют заучные участия, принимали в этом конкурсе. Они действительно лучшие специалисты в области геометрии. Одни из лучших экспертов, которые можно было подобрать. Это большая удача нашей работы, что нам удалось набрать такой экспертный состав. Вот они уже установили, что все-таки из всех равных выбрать первого Шона. Еще точнее сказать нельзя. Скажите, а математик Перельман, он участвовал? Перельман. Были выдвижения Перельмана. Но ведь одно из обязательных условий. Человек, который номинирован на эту премию, он должен приехать, получить. Во-первых, он должен согласиться взять эту премию. Вы уже понимаете, к чему я клоню. И приехать и получить в суд нашего президента эту премию. Мы связались через наших, непосредственно с ним связаться не удалось, потому что наши письма, ответа мы не получили. Связались через наших коллег из Петербургского университета. Они связались, в частности, Громов, профессор Громов, член нашего жюри, с ним связывался. Перельман ответил, что он благодарен Казанскому университету за такую честь. Но, к сожалению, последние годы он в математической жизни участия не принимает, и поэтому вынужден отказаться от такой чести. Поэтому его кандидатура не рассматривалась. Скажите, пожалуйста, по поводу размера премии. Насколько я понял, 75 тысяч долларов. Скажите, они будут лично в руки вручаться? Как или на счет? Конечно, хороший вопрос. Наверное, очень интересный вопрос задал. Знаете, конечно, премии наличными вручаться ему на 1 декабря не будет. Эта премия будет переведена ему на счет, соблюдая все правила налоговые. Все это разработана система, все это продумано. Мы сейчас взаимызмемся с техническими вопросами. Эта премия им поступит. Ну, в каких-то странах, сами платят налоги. Размеры налогового разные, в разных странах. Поэтому это все сделано. Вот протонталию, да. Половоль эту премию получит? Да, конечно, получит. Без саммена. Данис Карлович, вот Ильшат Равказович неоднократно действительно говорил о том, чтобы сделать эту премию постоянной и проводить ее раз в два года. И при этом, кажется, заявлял о том, что в фонде бюджет Попчицкого совета, он позволяет выплачивать на протяжении определенного периода времени эту премию. Скажите, каков размер этого фонда в настоящий момент? И на сколько нам хватит его? Ну, это секрет, во-первых, да. Я уже не буду называть вам цифры какие-то фоновские. Ну, премию действительно мы будем сохранять. Значит, присуждение этой премии и выдача. Но есть другая идея. Вот я сегодня можно озвучить. Я об этом, в принципе, говорил уже. Но, на самом деле, эта премия, она как бы возродилась. Мы ей придали некую новую жизнь, на самом деле. Эта премия была. Она была с 1997 года, так вот, да, присуждалась. 1892, да, 1898 много. Это было три века уже, понимаете? Но ничто не может быть, наверное, постоянным на этой планете. Алексей Александрович знает, что ничего нет постоянного в мире. Все меняется. Поэтому, конечно, это будет меняться. Наверное, и сумма может увеличиться, если будет возможность такая. И была еще очень хорошая идея у нашего лектора, что присуждать между большими премиями малую, молодежную премию, выдающимся российским математиком, молодым, кто занимается в области геометрии, достиг выдающихся результатов. Вот такая идея существует. Она пока как бы в жизни не притворена. Но, в принципе, вот такая идея, я уже секреты, может, говорю какие-то, да. Но, в принципе, я думаю, что это очень интересно. Потому что, мне кажется, это очень важно, вот такую иметь премию, большую, да, и сателлит для молодых людей, которые вот тоже будут ее получать. И, в общем-то, получат какой-то вот аванс в начале пути. Хотя, говорят, математики, все они, вот, 7-18 лет, да, математикам. Они не стареют душой. Всем математикам остается все время 18 лет. Спасибо. Спасибо. Скажите, по поводу молодежной, если позволите, молодежной премии. Это уже принятое решение? Нет, пока это идея. Это пока идея. Вот, Ешел Заказович об этом говорил, в принципе. Знаете, вот, что еще? Вот я опять напомню всем, что, на самом деле, этот год в России, вот в Казанском университете и в России, это год Лобачевского. Это была идея нашего университета. Мы выдвинули, министерство поддержало эту идею. И вот в рамках этого года проводятся масса мероприятий, конференции. Вот мы проводим с молодежью лекции, читаем, семинары проводим, олимпиады проводим. Они практически каждую неделю проходят, да, в Казани, в других городах России. И это очень хорошее такое мероприятие, которое должно привлекать вот молодых людей, чтобы они занимались математикой. На самом деле, Россия, наверное, если по проценту математики выдающегося считать, наверное, самый большой процент среди населения. У нас не такой большой процент населения, но математика таких выдающегося очень много. То есть у нас где-то там кроется в гигиенах какая-то, вот знаете, такая хитрость российская, да, где вот что математика у нас все-таки много. И поэтому, конечно, этим Россия, наверное, и сильна. Вот я-то сам прикладник такой, геофизик. И вот я всегда говорю, что у вас из России моделисты, математики, вот они самые мощные. Не только моделисты, потому что математика, на самом деле, это основа всех наук. Вот в связи с этим год Лобачевского, он продолжается. Вот Апофеоз будет 1 декабря, когда будет вручение этой медали. Там будет большое очень событие такое, торжественное, огромное событие. Я думаю, что хотелось бы, чтобы весь мир об этом услышал грандиозные события, и чтобы имя Лобачевского еще раз так ярко вспыхнуло на небосклоне мировой науки. И люди бы как бы сказали, о, да, это же Лобачевский, это же тот самый Николай Лобачевский, выдающийся геометр, ректор, строитель и человек. Хочу добавить вопрос, идеи только молодежные премии, или она уже осуществляется. Я хочу сказать вот что, когда нашему ректору какая-нибудь идея приходит, мой десятилетний опыт работы с Ильхард Равкатовичем говорит, эта идея обязательно когда-нибудь осуществляется. Спасибо. Если позволю, давайте другим смейся. Ну, последний, на уточнение, просто на уточнение. Вы сказали, что вот эти деньги выделил президент, насколько я понимаю, Республики Татарстан, Руслан Ругалевич Мениханов. Вот, он получается из своего кармана, или в смысле от имени президента. Вот, и вообще, как происходит формирование вот этого фонда попечительского совета? Кто там является попечителем? Конечно, это деньги Республики Татарстан. Потому что Республика Татарстан, она заинтересована, вы знаете же, да. И, конечно, вот, я думаю, что в будущем мы будем в этот фонд привлекать и не только из Республики Татарстан, но и из других источников. Во-первых, очень много наших выпускников изъявили желание вложить средства в этот фонд. Я думаю, что вот первая вот эта акция, она произведет такой, вы знаете, вспышку, такой фурор, который позволит этот фонд, я думаю, обогатить. Но я не думаю, что Нобелевский какой-то фонд будет, но что-то такое подобное мы хотели бы создать. Спасибо. Пожалуйста. Евгений Чесноков, газета Республика Татарстан. У меня два вопроса. Первый тоже немножко вот по финансовой части. Премия в 19 веке, которую присуждали и которые сейчас не пытались как-то сравнить вообще, как это вот по деньгам, что это было тогда и что это сейчас. И сейчас я сразу... Можно я тогда сразу озвучу второй вопрос, чтобы потом уже... Вот по работе жюри вы сказали 14 членов жюри, то есть, а почему четное число, если бы вы разделились пополам? Да, сейчас отвечу на первый вопрос. Вот знаете, вот медаль Лобащевского и премии Лобащевского, это были не денежные премии. Это была медаль и похвальные почетные грамоты. Так что это первый случай, когда деньгами сопровождается. Теперь почему 14 человек? На самом деле было не 14, а 15 человек. Но от нового из членов жюри выдвинули номинантом нашей премии. Номинантом премии выдвинули, согласно правилам нашего конкурса, он не имеет права дальше участвовать в работе нашего жюри, мы его исключили. А уже правила конкурса не позволяли дополнить этот состав новыми членами. Но вы не было такого, что там форму была? Ну, обсуждался вопрос предварительно, но у нас 8 человек здесь присутствует. Есть очень самый умный, это он из Германии специально приехал, Григорян Александр Асатурович. Вот он предложил такой вариант. Если вот так получится, что одинаковое количество голосов будет, например, мы на третий тур выводим двоих, а вынуждены троих выдвинуть, потому что одинаковое количество голосов, тогда я, как председатель жюри, имел право вычеркнуть лишнего. Но мне не пришлось воспользоваться этой привилегией. А, кстати, не безинтересно, вот были трое, да, на последнем голосовании, на последнем туре, что называется? А, в третьем туре же остались двое, предпоследствием более трое, да. Двое. Из этих троих мы оставили двоих. Нельзя раскрыть эту кухню секрет, сколь серьезное было преимущество победителя перед той фамилией, которая осталась еще? Вот знаете, не очень большая разница между первым, вторым и третьим. Я уж точные цифры говорить не буду, даже не уверен, что имею такое право, да, но разница была небольшая. Все три номинанта, они, которые вышли на последний тур, на предпоследний тур, это были достойные кандидатуры. Спасибо. Можно еще раз уточнить по поводу молодежной премии. Вот я так понимаю, что взрослая премия Лобачевского будет присуждаться раз в два года. Соответственно, если будет учреждена молодежная премия, она будет присуждаться как раз в свободный год, да, то есть тоже раз в два года. Или пока такого решения еще не примут. Ну, знаете, это гипотеза, я просто говорю об этом. Мы, наверное, будем думать, тут же еще гипотеза есть о премии Толстого, например, да, то есть... Никакого. Да, она уже притворяется в жизнь, да. На самом деле это гипотеза. Просто хотелось бы, вот когда начали эту работу, мы увидели, насколько эта работа захватила вот мировых математиков, молодежь там. Конкуренция пошла такая огромная. И как-то вот ректор говорит, а знаете, давайте молодежные премии сделаем. Причем есть идея такая, что эта молодежная премия будет только для российских ученых. То есть вот это тоже очень важно. Ну, пока мы не решили. Я думаю, что мы в ближайшее время, может, даже вот к первому декабря объявим об этом. Мы сейчас об этом думаем. Помимо премии присуждается еще медаль Лобачевского. Вот есть какое-то понимание, может быть, модель, концепция, как она будет выглядеть, на что она будет... И концепция есть, конечно, медаль. Она уже есть, концепция. И в проекте есть медали. Да, мы здесь не привели, просто его сейчас делают в госзнаке, делают красивую такую медаль такая, очень красивая такая, достойная медаль. Хотя вот, когда первые вручения были премии медали, там медаль вручалась не самому лауреату, а человек, который его представил. Было тоже очень интересно. И среди тех, которые представляли, были не менее знаменитые математики. Вот фамилии посмотрите, если, да. Люди, которые выделяли номинар, они сами выдающиеся математиками. А эта медаль, понятно будет, из чего сделана? Какой-то драгоценный металл или просто символическая какая-то? Ну, если говорить, что это серебряная медаль, покажется золотом. Ну, то есть медаль будет лично вручке, да? То есть, кто-то про деньги спрашивает. Татаринформ, Романова Оксана. Вот вы немножко упомянули о работе, которая получила премию. Но хотелось бы, может быть, чуть-чуть понятнее для обывателя и чуть-чуть подробнее. То есть, все-таки исследование… Я предлагаю, что нам жюри кому-то ответить. Завершающее исследование о трехмерном пространстве. А что именно, что это дает? И второе, извините, вопрос про деньги. Не знаю, к вам ли, но я помню, что, когда об этой премии было заявлено, говорилось о 100 тысячах долларах. С чем связано уменьшение и в какой момент вы поняли, что сумма будет иной? Спасибо. Рядовому читателю, рядовому гражданину, как объяснить, за что? За что бы человеком? И может. Да, хорошее уточнение. Ну, я вот уже сказал, что очень важно знать, какие бывают трехмерные тела, поскольку это связано со всем, чем угодно, и с механикой, и с космическими исследованиями. Вот, на самом деле, вот, победитель, он является, он, собственно, ну, вместе вот со всеми другими, кто там его соавторы, они классифицировали все трехмерные многообразия. Ну, конечно, какие там условия, какие там эти. То есть теперь мы имеем более-менее ясную картину, какие бывают вот тела трехмерные. Ну, а трехмерные тела, значит, они участвуют в реальных процессах, в шарнирных механизмах, вот, когда там робот в роботике руками двигает. То есть это знание, как мы все понимаем, оно бесполезным не бывает. А это вот важнейшая, важнейшая теорема. В следующий раз, когда вот наткнутся математик на что, он уже будет знать, куда идти, где смотреть, что доказано. То есть это не бесполезно. Ну, хорошо. А какие-то, ну, гипотетические примеры, где, для чего это может быть, вот, в дальнейшем толчок к чему исследовать, что дальше с помощью этого можно? Ну, куда дальше наука будет развиваться, куда дальше, я не знаю. Это где-то вопрос сложный. То есть в каких областях знаний можно применить в жизни? Мне кажется, Алексей Александрович, давайте, вот, с точки зрения физики. Вот, я как член комиссии представитель уже от физиков, а не от математиков, я вот хочу вам и напомнить, что уже в самом названии этой премии, это по, значит, геометрии и приложениям. Так вот, одним из важнейших результатов профессора Шона, он вот тут сейчас, он там был написан первым, это как раз имеет практическое приложение к теории и гравитации, то есть и к физике. Вот, и это состоит в том, в доказательстве того, вот, все мы знаем, вот, все мы знаем, вот, формулу Эйнштейна, да, энергия равняется mc квадрат, да, где инертная масса. Так вот, все мы знаем, что у всех известных тел масса пола и жительна. Значит, мы не видим пока в приотроде тел с отрицательной инертной массой. А если вы посмотрите на теорию Эйнштейна, общую теорию относительности Эйнштейна, в ней вполне можно построить решение, имеющее формально отрицательную массу. Для специалистов, скажу это просто в частности, решение Шварджида с отрицательной массой. Так вот, эти решения не физические, то есть их в природе быть не может. И вот то, что сделал профессор Шон, он доказал, что вот если мы возьмем, вот как мы всегда считаем, что мы все... В математике можно построить сингулярные решения, но практически все, что мы видим в физике, все реальные физические виды личины конечные. Поэтому, или выражаясь по математике, регулярно. Так вот, значит, профессор Шон доказал, что вот если действительно решение такое, решение уравнения общей теории относительной решения, такое, что в нем сингулярности отсутствует, то у него масса, она же, так сказать, источник с ДМЦ в квадрат полной энергии, она всегда была хижительной. И это в некотором смысле и показывает, что физически, все физически действительно показывает, что общая теория относительности Эйнштейна, дополненная условием, вот этим условием регулярности, она действительно соответствует тому, что мы в реальной жизни и видим. Это, как говорится, практический пример того, что математика работает не только для себя, она работает и для того, что есть в реальной жизни. Простите, пожалуйста, можно ли я уточню, правильно ли я вас поняла, то есть работа, она как бы подтверждает верность теории Эйнштейна, теории относительности. Правильно ли я вас поняла? Еще раз скажу четко, что если в теории Эйнштейна есть всякие решения, есть те решения, которые практически реализовать нельзя, а вот те решения, которые можно практически сделать, они действительно, да, они именно этим наблюдаемым свойством все обладают. Давайте только для средств массовой информации уточним корректность терминов. не подтверждает теорию, а как бы дополняет ее, да? Вот как корректнее высказаться, чтобы не было ошибки потом, да, в тексте. Да, да, да. Дополняется. Я прошу прощения за нахальство, но насчет исправления ошибок, одна ошибка так и не была исправлена. Сейчас Никаноров, мне было указано, что он профессор, вот здесь его показано на экране, ну ладно. Ну, я не только указал на ошибки, я чинил сегодня наибольшие препятствия процедуры голосования, еще раз прошу просить, но я хотел сказать, здесь вот победитель, здесь три проблемы им решенные, а проблемы с теорией относительно были сказаны, я скажу о двух геометрических задачах. Проблема Емаби состоит в том, что если, ну я не могу все объяснить, если есть Риманово многообразие, его гипотеза Емаби состояла в том, что если в каждой точке растянуть метрику, то получится Риманово многообразие, так называемые постоянные скалярные кривизны. Сам Емаби, японский математик, весьма выдающаяся личность, умер от кровоизлияния в мозг в весьма раннем возрасте, принимал активное участие в решении пятой проблемы Гильберта. И скажу о вот еще одной, вот здесь она не указана, еще одна геометрическая проблема, которая была решена Брендлом и Шоуном, состоит в том, я здесь точно не буду формулировать, еще в 70-х годах была доказана так называемая теорема о сфере. Она относится к любым размерностям, не только трехмерным. Здесь участвовали, активную роль играли формируемы, французский математик Марсель Беже, немецкий математик Вильгельм Клененберг, сибирский математик Виктор Андреевич Топаноков. Так вот, в результате, используя ту же технику, потоки Ричи, которая была применена Григорием Перельманом, вот этим двум математикам удалось усилить этот результат в двух направлениях. во-первых, ослабить условия, вот, и усилить в то же время утверждение. Утверждение состоит в том, что это многообразие дефиамор на сфере. В 70-е годы теорема о сфере утверждала только гомеоморфизм сферы. Вот, я прошу прощения. Спасибо. Теперь, когда все стало вам очевидно. Все понятно стало, да? Слова знакомые всем. Хорошо. Второй вопрос еще был у Татаранфор. Второй вопрос был, да. Ну, отмезайся. Ну, тут фактически никакой ошибки нет. 100 тысяч долларов были выделены на проведение вот этого конкурса. Мы уже изначально решили, что из этих денег 75 тысяч долларов получает лауреат, а 25 тысяч идет на обслуживание вот этого процесса. Вы сами понимаете, это большая работа. Вот собери-ка вот всех этих бюлеров со всего мира на это конференция, на это наше совещание. Только один из моментов. Вот как-то по ошибке кто-то, даже не по ошибке, просто не уточнив, на премию выделено 100 тысяч долларов. Журналисты подхватили, лауреат получает 100 тысяч. Никогда такого не было. Всегда имелось в виду премия 75 тысяч долларов. Почти 50 минут мы уже работаем. Если есть завершающий вопрос от коллег, то я готов предоставить. Пожалуйста. Вот в пресс-релизах, которые нам раздали, значит, указано, что до 2001 года премия присуждалась имени Лобачевского Академии наук СССР. Ой, ну да, там сначала СССР, в общем, это потому, что это с советских времен. То есть, насколько престижной была та премия, и вот планируете ли вы, что называется, переплюнуть? Вот такое сравнение, я считаю, проводить было бы некорректно. Потому что сейчас вот эта премия присуждает Казанский федеральный университет, единолично. А раньше эта премия присуждалась совместно с Казанским университетом и Российской Академии наук, только Российской Академии наук. Это уже каждый как воспринимает престижность той части или этой части. Лично я считаю, что самые престижные премии это то, которые мы сегодня определяем. Спасибо. Ну и в завершение еще раз давайте уточним, Данил Скарлович. Когда будет вручение? Что оно подразумевает? Как вы себе видите этот церемониал? И что дальше? Я имею в виду, упомянули про премию Толстого еще. Ну, во-первых, конечно, есть там и секреты свои в этой церемонии. Она состоится 1 декабря здесь, в Казанском университете. Ну, центральное событие этой церемонии будет императором в вокзале Казанского университета, в присутствии президента Рисулики Тарстан, ректора Казанского университета, в присутствии членов международного жюри. И вот состоится вот эта церемония вручения этой премии. Ну, это 1 декабря, это у нас день математики, как мы знаем его сейчас уже в России. Это день рождения Николая Ивановича Слобачевского. И там, конечно, будет, это будет целая группа мероприятий. Там будут и конференции, и приедут гости разнообразные. Приедет, в частности, наш международный совет, который вот по программе повышения конкурентоспособности с членами международного совета с удовольствием. Вот я сегодня всем сообщил, что уже победитель известен. Вот. Стоит актовая речь. Актовая речь, да. То есть там целая группа мероприятий. Но самое центральное это будет 1 декабря в актовом императорском зале Казанского федерального университета. Спасибо. Я так понимаю, что все приглашены. Да, конечно. Конечно, все приглашены. Конечно, абсолютно. Спасибо, Калинин. А, новые идеи какие-то? Да, потому что вот особенно гуманитариям будет приятно услышать, что их тоже не забыли. Да, на следующий год у нас юбилей Толстого. И, в общем-то, эта идея она намуссируется. Вот, Ильич Анатольевич тоже ее вот озвучил несколько раз уже. Говорил об этом. И, в принципе, второй наш такой, наверное, выдающийся выпускник, один из таких выдающих выпускников, вне студента бывших, это Лев Николаевич Толстой. Вот это личность совершенно неординарная. И, в общем-то, когда многие люди, вот, незнакомые с физикой, геометрией, математикой, там, да, они знают Россию, например, что Россия, это Лобачевский, Толстой, там, Достоевский. То есть вот Толстой это символ России. И вот у нас тоже появилась такая идея вручать такую вот премию Толстого. Но этот вопрос прорабатывается. Я думаю, что в ближайшее время мы вот детали этого, значит, сообщим. Вот это тоже из того же фонда будет выплачиваться премия. вот такая. Тоже, значит, в области литературы и ведения, вот именно в области литературы. Это, конечно, не Нобелевская премия такая вот, ну, подобная. То есть она более будет гуманитарная, научная, гуманитарная и научная будет премия такая. Вот такая вот идея есть. Идей много. Я думаю, что это очень важно вот поддерживать вот значимость и наших вот известных ученых, выдающихся деятелей Казани, Казанского университета. Понимаете, мы все вместе должны двигаться вперед. Вот Казань, насколько Казань вот поднялась за последние годы, да, вот, понимаете, с ней Казанский университет. Казанский университет поднимается, Казань поднимается, Фатарстан поднимается, знаете, вот это все вместе происходит. Мы должны вот находить, наверное, такие вот фишки и двигать их все вместе с помощью вот наших друзей со всего мира. Мне кажется, это здорово. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем. Я благодарю. Спасибо.